Philips 807, первый в мире телевизор, публично афишируемый как использующий новейшую OLED-TX панель от LG Display. И действительно, наш 65-дюймовый экран оснащен WBE панелью, о чем свидетельствует распределение спектральной мощности, показывающее более узкий синий пик, а также более четкое разделение между зеленым и красным пиками. А если посмотреть на макроснимок субпиксельной структуры, то видно, что апертура пикселя также больше по сравнению с предыдущими годами, и это благодаря устранению некоторых металлических сенсорных линий. Панели OLED и X способны обеспечить более высокий уровень яркости, и, как и ожидалось, яркость нашего обзорного устройства Philips 65OLED807 составила 170 нит на весь экран после калибровки по точке белого T65, что является улучшением по сравнению со 120 нитами на прошлогодней модели Philips OLED806. Однако я немного удивлен тем, насколько консервативно Philips использовали OLED-панель на 807 при уменьшенном размере окна. Несмотря на ряд реализованных мер против выгорания экрана, таких как смещение пикселей, скринсейвер с плавающим логотипом Philips, а также автоматическое затемнение TPC, которое, к сожалению, может привести к излишнему затемнению некоторых темных HDR-сцен, где неизменно средняя яркость изображения. Если интересно, некоторые из этих защитных механизмов могут быть полностью отключены через сервисное меню, но с риском аннулирования гарантии, если техник Philips удосужится проверить сервисный журнал. В любом случае, на 10% окне наш обзорный образец показал почти 700 нит при точке белого D65, что не лучше, чем у Philips 806 2021 года. Тем не менее, более спокойная схема ABL, или автоматического ограничителя яркости 807, оказала большее влияние на HDR-контент, в дополнение к управлению светимостью на уровне пикселя OLED, что придало изображению изысканный блеск. Телевизор адаптирует тоновую кривую HDR10 на основе метаданных MaxiLL, чтобы получать больше ярких деталей в 4000 нитовом контенте. В дополнение к HDR10 и гибрид логамма поддерживаются такие форматы динамических метаданных, как HDR10+, и Dolby Vision. Хотя мы обнаружили, что даже в самом точном режиме изображения Dolby Vision темный, полутона перегружены, а детализация теней подавлена, что создает слишком контрастный вид. Как и в случае с предыдущими моделями Philips, компания до сих пор не приняла никаких эффективных мер, чтобы уменьшить хроминенс овершот почти черного, который наблюдается у всех WRGB-ли телевизоров с 2018 года. Проявляющийся в виде мигающих артефактов не только на этом тестовом HDR10-шаблоне движущегося в оквантовании от Stacey Spears из Spears & Mansell, но и в нескольких темных сценах при определенном пороге яркости, а иногда даже на 4-каблю-рей с высоким битрейтом. Хотя большинство просмотров новой нами контента это не затронуло, мы все же настоятельно рекомендуем Philips TV обратить таки внимание на эту проблему, поскольку все больше и больше HDR-контента в наши дни создаются на очень низких уровнях яркости, что может сделать их очень неприятными для просмотра на OLED без смягчения, особенно учитывая неоптимальную 10-битную градацию встроенного HDMI 2.1 чипсета Mediatek. Точность цветопередачи HDR после калибровки была очень хорошей. Средняя Delta Error чуть выше единицы, и только один цвет превысил порог ощутимой для человека погрешности Delta Error на тройке, на этой вот диаграмме ColorChecker SG, где было измерено 140 участков. В результате общие цвета, включая оттенки кожи, были точно воспроизведены в соответствии с творческим замыслом. Для HDR охват цветовой гаммы DCI-P3 составил 99%, тогда как охват REC 2020 составил 77%, что вполне приемлемо для WDGB или телевизора 2022 года. Обработка 50-герцового движения – ключевое преимущество телевизора Philips, включая OLED-807. Даже при включенной интерполяции движения мы не наблюдали никаких микрозаиканий или пропусков кадров при просмотре широкого спектра вещательного 50-герцового материала, что свидетельствует о европейском наследии Philips в области обработки движения. Что касается стиля отображения динамичных сцен, то кино применяет 5.5 пулдаун, чтобы показывать фильмы со скоростью 24 кадра в секунду точно без дрожания. Если же вы чувствительны к легкому заиканию, присущему 24P-фильмам, которое проявляется благодаря почти мгновенному времени отклика пикселей OLED, то вы можете установить стиль движения на фильм, чтобы сгладить заикание без внедрения слишком сильного эффекта мыльной оперы. Учитывая функции Philips TV по обработке изображения, неудивительно, что масштабирование на OLED-807 смещено в агрессивную сторону даже при отключении всех функций повышения резкости, что приводит к увеличению шума и неровностей на высококонтрастных краях. Хотя я подозреваю, что большинству обычных зрителей понравится более четкая детализация из обычного не 4К контента, особенно в разрешении высокой четкости. Philips 807 правильно распознает и обрабатывает 3.2.2.2 каденции в чересрочном материале на основе пленочного формата. Возможно, благодаря встроенному HDMI 2.1 чипсету Mediatek без центрального процессора телевизор проявил некоторую пастеризацию на небе марсианина. В пользовательском меню мы так и не нашли фильтра плавной градации, а задействованное шумоподавление даже на максимальных настройках не смогло помочь сгладить эту пастеризацию. Яркая однородность на нашем 65-дюймовом барсе была превосходной, без признаков бандинга или эффекта грязного экрана на серых заливках. Хотя в зависимости от того, как далеко вы сидите от телевизора, вы можете увидеть некоторый розовый тинт по бокам экрана из-за его WBE OLED панели. Как и на всех протестированных нами WGB OLED телевизорах 2022 года, на ярких HDR элементах не было слабых горизонтальных линий или того, что мы называем эффектом венецианских жалюзей. Темная однородность же была средней для WGB OLED панели с некоторыми тонкими вертикальными полосками и легким затемнением по бокам, заметным на залитых слайдах чуть светлее черного. Хотя эти недостатки в рейдом контенте проявлялись редко. Далее, гейминг. И, как обычно, актуальные цены на представленные телевизоры в описании к видео. Окей. Для гейминга input lag в игровом режиме или режиме монитора составляет 14 миллисекунд при 60 кадрах в секунду, и более чем вдвое меньше 5,5 миллисекунд при 120 кадрах в секунду, что по телевизионным стандартам является супер отзывчивым. Из четырех HDMI портов, имеющихся на телевизоре, два имеют версию 2.1 и поддерживают полную пропускную способность HDMI 2.1 в 48 гигабит в секунду. Заметьте, что один из входов HDMI 2.1 также является выделенным портом eARC, поэтому если вместе с телевизором вы используете внешний саундбар с функцией eARC, у вас останется только один рабочий порт HDMI 2.1 для подключения ваших HDMI 2.1 устройств, что является общей проблемой для большинства телевизоров, использующих чипсет MediaTek MT5895, реализованный на OLED 807. К счастью, в отличие от ЖК-телевизора Sony XH90, выпущенного около двух лет назад с использованием этого чипсета, Philips 807 успешно отображает полное разрешение 4К 120 Гц, хотя для этого вам придется включить режим монитора, который блокирует ряд настроек изображения. Для нас это не проблема, поскольку мы обычно всегда отключаем большинство этих лишних настроек в интересах точности изображения. Помимо полноценного 4К 120 Гц разрешения, режим монитора имеет еще два преимущества по сравнению с обычным игровым режимом, а именно полную цветность 4.4.4, проверенную с помощью нашего собственного тестового шаблона, и более плавную HDR-градацию на основе тестового шаблона из приложения DisplayHDR. VRR, включая AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, продолжал хорошо работать в режиме монитора, хотя, как и на всех OLED-телевизорах, в некоторых VRR играх было заметно мерцание, особенно в более спокойных сценах, ну или на статичных меню. HDIG все еще может быть активирован в режиме монитора, что приводит к жесткому клиппингу пиковой яркости телевизора с точным следованием PQETF, при условии, что вы установите усиление подсветки на максимум по сравнению со средним значением по умолчанию из коробки, а также не забудете отключить датчик света. Другими словами, Philips теперь единственный OLED-бренд, ну, кроме LG Electronics, который может обеспечить полное разрешение 4К 120 Гц вместе с хорошо реализованным HDIG, так что спасибо инженерам Philips за хорошо проделанную работу. Включенным HDIG, MaxTML и MaxFFTML на Philips 807 оказались между 650 и 700 нитами. И причина, по которой мы не могли быть уверены на 100%, заключалась в наличии некоторых теней на шашечном шаблоне Xbox Series X. К счастью, эта аномалия в тестовом шаблоне не привела к каким-либо значительным негативным последствиям в реальном игровом процессе. Что касается Xbox Series X, то Philips 807 может поддерживать Dolby Vision только до 4К 60 Гц из-за использования чипсета MediaTek MT5895. Имеется поддержка ALLM, хотя и не в режиме монитора, но это небольшая цена за все остальные преимущества, которые дает этот режим. Только убедитесь, что вы смотрите онлайн-кинотеатры с помощью встроенных приложений телевизора на платформе Android TV 11, а не через игровую консоль. Новинка в 2022 в том, что пользователи могут вызвать игровую панель, которая располагается в нижней части экрана, и предоставляет различную информацию о видеосигнале, а также позволяет регулировать определенные настройки. Обратите внимание, что на момент съемки этого видео в ноябре 2022 года, на последней версии прошивки, функция управления тенями была глючной. После включения, осветленная детализация тени становилась необратимой даже после отключения настройки, что требовало перезапуска игры для устранения эффекта. Мы бы просто оставили настройку управления тенями выключенной, не трогая ее для получения наиболее точного изображения. С точки зрения дизайна, Philips 807 – это красивый дисплей на поворотной подставке с хромированной блестящей отделкой, которую некоторые люди могут счесть раздражающей, из-за того, что она отражает свет от экрана. Технология интегрированного освещением Ambilight на OLED 807 теперь четырехсторонняя. Хотя, если вы вешаете Philips 807 на стену, вы может быть немного разочарованы, обнаружив небольшой зазор между нижними светодиодами, необходимый для того, чтобы можно было установить подставку. Качество звука по телевизионным стандартам довольно таки хорошее, обеспечивающее впечатляющие басы и четкость диалогов для повседневного просмотра. Хотя более высокое качество звучания, очевидно, можно получить от внешнего саундбара или системы домашнего кинотеатра. Подводя итог, можно сказать, что Philips 807 это солидный OLED-телевизор, который отличается точными цветами после калибровки, сильной обработкой видеодвижения, очень низким input lag, полноценным разрешением 4К 120 Гц с работающим VRR в режиме монитора, впечатляющим качеством звука и интегрированным решением подсветки Ambilight. Поэтому он заслуживает нашей награды, рекомендуется. Кроме Нансовершут почти черного остается неустранимым, хотя и проявляется в виде мигающих артефактов только в некоторых темных сценах, поэтому надеемся, что Philips TV смогут решить эту проблему, чтобы догнать другие OLED-бренды в этой области. Чтобы узнать, какие OLED-телевизоры лучше всего подавляют эти мигающие артефакты, я снял поясняющее видео, которое вы можете посмотреть, нажав здесь. Субтитры создавал DimaTorzok